Рош-Хашана, так называется этот день. Праздник, дающий отчет новому иудейскому году. Евреи всего мира очень ждут этого дня, а потому, возможно, готовятся к нему в течение всего года. Хотя желания во время зажжения свечей не загадывают. Часть праздника – это отрубление в бараний рог, в шафар. Это в память о том, как спасся Исаак, которого так и не зарезал в рам. И вместо него, собственно, принесли на жертвенник барана. И, собственно, мы просим тоже у Бога, если даже он хочет нас наказать, пусть он все-таки отменит этот приговор. Кстати, то, что в этот день находится на столе, тоже имеет значение. Продукты особенные. И в обычные дни в таком сочетании они не бывают на столах, признавались женщины-еврейки. Фасоль – это белок. Это прежде всего белок. Но еврейская пища, как не всегда была, она более сильно калорийная, высококалорийная. А белка хватало на пропитание, это все-таки на целый день. И потом она переваривается намного быстрее, она полезнее, вкусная. Главное же для них даже не приготовление, которое тоже имеет большое значение, а запись в книгу жизни следующего года. Их Бог именно в Новый год определяет события года приходящего. Я знаю, что это за праздник, который сейчас празднуют все евреи. Он называется Роша Шана. В него мы кушаем мед с яблоком, например. Головую рыбу. Орел – город многонациональный. Здесь живут люди разных народностей и вероисповеданий. Но все они сильны своими традициями. Ассамблея народов России их бережет. Как и все праздники национальные, совершенно замечательный праздник, но глубинный смысл он имеет. Во-первых, естественно, это рубеж. Но не просто рубеж. Этот день считается по сути, но по сути является днем сотворения мира. Потому что именно от этой точки начинается отсчет по еврейскому календарю. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.